Александр Юрьевич, прокомментируйте свое неожиданное назначение. Это же ваше решение? Директор Центра обеспечения, предприниматель и экс-чиновник Ачинского района. Это не мое решение, это было мое предложение. Нет, не Петр Яковлевич посоветовал, потому что надо изменять что-то в структуре ЦОЖИ. Мы с вами обсуждали в самых первых моментах, я этого не скрываю. Необходимо было выработать правильное решение, не делать никаких поспешных шагов. Первое, что мы начали прорабатывать, в любом случае это будет изменение структуры к концу года. К концу года почему? Потому что надо внести изменения все в бюджетные наши моменты и согласовать в горсоветах, и это периоды только следующего года. Понимая о том, что сегодня структура не работает, знал четко, что не будет здесь ничего. Вот не будет здесь ничего вообще. Будет такой же бардак, как был и раньше. Необходимо было принимать срочно его. Надо было подобрать кандидата. Кандидата подобрали, подбирали долго. Я вам по секрету скажу, что я разговаривал с многими людьми, опытными, хозяйственниками, взрослыми. Брали тайм-аут подумать и отказывались. Сказали, Александр Юрьевич, извини, сложная работа. Мы не привыкли в таком ритме работать и с такой ответственностью. Извини. А какие были другие претенденты? Много. Много. Почему Сидоров? Бывший коммерсант. На сегодняшний день он не имеет взаимодействия ни с какими коммерческими структурами. Да, бывший коммерсант, все понятно, это базы, там, Крайпотребсоюз. Опыты у этого человека грандиозны в части хозяйственника и руководителя. Он руководил, я проанализировал, руководил районом в тот момент, когда там было запущение и хаос. И рядом помощников было мало. Он выкинул, он самостоятельно работал в то время. Поэтому и было предложено и обсудили с коллегами о том, что принять на службу такого руководителя, который должен нам вытянуть систему в этот год и изменить ее в будущем. То есть вы рассчитываете, что он возглавит потом муниципальную службу озеленения? Я пока не рассчитываю. Мы посмотрим. Я не могу так. Мне надо посмотреть на его деятельность, посмотреть результат, увидеть его глазами, чтобы его оценили люди и потом уже принять решение. Зачем сегодня говорить? Пусть себя покажет проявлено. Продолжение следует...